МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Порта Групп существует с 2009 года как строительная компания, которая работает в секторе малотажного строительства. На сегодняшний день это собственный архитектурный отдел, состоящий из архитекторов, конструкторов, визуализаторов, специалистов технического надзора, инженеров, сантехников, электриков, а также штата и строительный бригад, который в пиковый сезон насчитывает более 70 человек. В рамках своей деятельности мы оказываем довольно большой перечень услуг нашим клиентам. А это оценка земельных участков для пригодности к строительству, сопровождение юридической сделки покупки земельного участка, организация подведения наружных сетей коммуникаций, индивидуальное проектирование, выполнение дизайна проекта, ландшафтное проектирование и благоустройство территории, строительство домов, бань, бассейнов, внутреннеотделочные работы, устройство внутренних коммуникаций, а также оформление документов для получения прав собственности на уже построенные дома. Действительно, список получается очень большой. И вот для тех людей, которые хотели бы построить дом, возникает очень много вопросов. Какого подрядчика выбрать? В какое время должно проводиться строительство? Какие технологии должны быть? Расскажите поподробнее об этом. В первую очередь мы рекомендуем нашим клиентам определиться, для какой цели он строит дом. Будет ли это дом для постоянного проживания, дом выходного дня или летняя дача? И после ответа на этот вопрос становится понятным, какой из земельных участков лучше всего подходит для этих целей. И где конкретно он должен располагаться. В первую очередь здесь речь идет о том, будет ли это коттеджный поселок или населенный пункт, такой как деревня, поселок, село. Хорошо, участок выбран, куплен. Что дальше? Дальше наступает процесс проектирования. И об этом моменте лучше расскажет главный архитектор нашей компании Екатерина. На данном этапе наши клиенты определяются, подходит ли им один из типовых проектов, который представлен на нашем сайте, либо встает вопрос об индивидуальном проектировании. И что все-таки лучше и правильнее? Как показывает наша практика, то правильным решением это является выполнение индивидуального проекта. Почему это так? Потому что только на этапе индивидуального проектирования учитываются те критерии, которые необходимы для данного клиента. Скажите, а почему это так важно? На данном этапе учитывается, для каких целей будет предназначен данный проект. То есть будет ли это дом для круглогодичного проживания, либо, как сказал ранее Сергей, только на летний период, либо дом выходного дня. Также учитывается, сколько людей будет проживать в данном доме. Это необходимо для того, чтобы закладывать то или иное количество спальных комнат. А также немаловажно бывает то, что для каких-то людей очень важное значение имеет эта совмещенная кухня-гостиная, чтобы всей большой семьей находиться в одном помещении. А кто-то хочет, наоборот, разделить кухню от гостиной, чтобы на этапе готовки никакие запахи не распространялись в другие помещения. А также немаловажно, кому-то из клиентов необходима большая гардеробная, либо дополнительный санузел. Также учитывается, как клиент уже привык жить ранее, как он живет в своей квартире, либо в других домах. И подобные решения и вопросы можно узнать только при личном контакте с архитектором. Для создания архитектурного облика учитывается не только мнение клиентов, но и также уже существующие строения на соседних участках, а также определенные нормативы для того или иного поселка. Я хотел бы добавить, что в некоторых коттеджных поселках существуют свои нормы, по которым строятся дома. Здесь речь идет об оформлении фасадов и цветов черепицы, к примеру. Также необходимо знать, что на территории Рязанской области существует такая особенная зона, как Есенинская Русь. Что это такое? Это земля, которая разделена на ряд категорий, и на части этих земель строить вообще запрещено, а на части земель строить можно, но с определенными ограничениями. Это важно знать. Что немаловажно на этапе проектирования, это то, что перед началом рабочего проекта архитектор с прорабом выезжают на участок. Для чего это нужно? Так как осуществляется привязка будущего строения к существующим границам участка. Помогаем с выбором ориентации дома по сторонам света и также привязку по розе ветров. Происходит нивелировка пятна застройки, то есть устанавливаются колышки и натягивается сигнальная лента. После чего мы выполняем аэросъемку с помощью квадрокоптера. Это необходимо, так как в дальнейшем мы выполняем концепцию застройки. Что она в себя включает? Это позволяет более точно расположить само строение дома, определить, где будут въездные пути, расположение дополнительных строений, таких как беседка, гараж, либо навес для машины, и, естественно, дорожки к ним. Также немаловажно, это позволяет правильно расположить септик и скважину. Я хотел бы добавить, располагать эти инженерные сооружения, вот такие как станция глубокой биологической очистки или энергонезависимый септик и источник водоснабжения, такой как скважина или колодец, необходимо таким образом, чтобы эти элементы были максимально удалены друг от друга и одновременно с этим были приближены к дороге, чтобы их обслуживание было максимально простым, чтобы могла подъехать автомобильная техника. Также на этапе индивидуального проектирования архитекторы нашей компании уже схематично расставляют мебель для понимания габаритов того или иного пространства. Также с помощью программного комплекса в режиме реального времени клиент может своего рода походить по дому, то есть также для понимания, необходимо ли такое ему пространство, либо можно уменьшить комнату. Это очень интересно. Проектирование достаточно сложный процесс. Да, но тут как в поговорке, как и войны выигрываются на бумаге, так и дом сначала должен быть построен на бумаге. Ведь если проект выполнен действительно грамотно, с привязкой к геологическим условиям, с привязкой к рельефу местности, то при его реализации риск ошибки, он сводится практически к нулю. Ведь только на основании проектной документации можно осуществить грамотный контроль за проведением строительно-монтажных работ. И это важно не только для нас, как и для подрядной организации, но и также для клиента, особенно в том случае, если он решил нанять специалиста по техническому надзору. Расскажите, с чего начинается строительство? Строительство любого дома начинается с фундамента соколя. Это основа любого здания. Это тот конструктивный элемент, который не выбирается нашим клиентам, а подбирается, исходя из геологических особенностей и исходя из особенностей рельефа на данном участке. Только на основании геологических изысканий можно грамотно спроектировать фундамент. Что такое геологические изыскания? Это тогда, когда на участок приезжает бурильная установка, производится бурение нескольких скважин, как правило, 2 или 3 штуки, на глубину не менее 8 метров. Отбирается проба грунта. Дальше эти пробы грунта отправляются в лабораторию, производят соответствующие испытания, на основании которых появляется отчет о геологических изысканиях с всеми физико-механическими характеристиками, основной из которых для нас, конечно, является несущая способность грунта. Только на основании данного отчета конструктор может правильно подобрать глубину заложения фундамента, схему армирования фундамента, сделать подбор марки бетона. Хочется отметить, что у наших геологов есть установка статического зондирования, что позволяет получать результаты максимальной точности. Из чего вы строите? Мы занимаемся каменным домостроением, деревянным домостроением, а также строительством домов по каркасной технологии. Наверное, стоит немножко отметить каждый из этих пунктов. Когда мы говорим о каменном домостроении, мы предполагаем использование блоков, таких как газобетонный блок, керамический блок и керамзитобетонный блок. В основном, эти типы блоков используются для строительства на сегодняшний день. Без сомнения, лидером в этой тройке является блок керамически-призованный. На данный момент довольно-таки много заводов в России, которые этот блок производят, и в результате чего он стал довольно-таки доступным по цене по отношению к периоду двух-трехлетней давности, когда цена его была все-таки значительно высокой. Также он обладает рядом конструктивных преимуществ, поэтому в нашей компании используется он довольно-таки часто. Наступает зимний период, и нельзя не отметить выгоду подписания договоров подряда с нашими клиентами вот в данный период времени. Почему это выгодно? Потому что большинство заводов-изготовителей снижают цену на свою продукцию, то есть это такие заводы-изготовители, которые производят блоки, то есть теновые материалы, кирпич, кровельные материалы, железобетонные элементы, ФБС-блоки, перемычки и так далее. И осуществляют такую услугу, как бесплатное хранение на своем складе. Поэтому это выгодно, стоит этим приложением воспользоваться. Говоря о деревянном домостроении, мы предполагаем использование в стенах таких материалов, как ациндронное бревно и клееный брус. Эти материалы могут производиться из следующих пород древесины. Это кировская сосна, сибирская лиственница и алтайский кедр. Говоря о клееном брусе, нельзя не отметить, что мы используем брус завода-изготовителя компании GreenSight, который располагается в Санкт-Петербурге. И на сегодняшний день это один из самых качественных современных заводов по изготовлению клееного бруса в России. Мы приглашаем наших клиентов посетить производственные площадки, которые располагаются на территории Кировской области, Ленинградской области, чтобы понаблюдать за выпуском готовых домокомплектов, поучаствовать в отборе опытных образцов для испытаний, а также посмотреть процесс погружения элементов в ванны для антицептирования. А дом построен, а что же дальше? Главными артериями дома являются инженерные коммуникации. Это в первую очередь электрика, водопровод, канализация, отопление и вентиляция. Говоря об особенностях монтажа этих систем, стоит остановиться на некоторых из них. К примеру, когда монтируется электрика, осуществляется электрификация дома, мы имеем возможность выполнять лабораторные испытания. При этом клиент может быть максимально на 100% уверенным быть в том, что монтаж произведен верно. Когда мы говорим о водопроводе, не стоит забывать о необходимости использования фильтрационного оборудования. Как это происходит? То есть мы осуществляем отбор воды, осуществляем химический анализ лаборатории и по его отчету выполняем подбор фильтрационного оборудования. Это необходимо, чтобы вода была пригодна для питья и в том числе, чтобы ваша сантехника прослужила максимально долго. При устройстве отопления вот уже более 5 лет мы используем оборудование, которое позволяет дистанционно управлять отоплением. Это важно для тех клиентов, которые используют дом как дом выходного дня. Через мобильное приложение клиент может прибавить отопление и уже приехать в прогретый дом зимой. А как организовывается процесс строительства? Процесс строительства организовывается следующим образом. То есть на участок привозится строительная бытовка. Она полностью оснащена и пригодна для проживания наших ребят. Важно отметить, что строительная бригада действительно проживает на участке от момента заезда до момента сдачи в эксплуатацию этого дома. Это важно, потому что строительная бригада является соответственным за сохранность материалов. Привозится биотуалет, привозится мусорный контейнер. Это для того, чтобы участок оставался чистым, таким же, каким мы его получили до начала производства строительных работ. Также устанавливается видеокамера и нашим клиентам дается доступ к ней. То есть в режиме реального времени все 24 часа в сутки наши клиенты могут через мобильное приложение отслеживать процесс строительства. Это, возможно, будет удобно тем клиентам, которые не имеют возможности находиться на земельном участке ежедневно. Сколько объектов вы построили на данный момент? За 10 лет наша компания построила более 300 домов, в которых наши клиенты уже отметили новоселье. Среди наших объектов есть такие знаковые объекты, с которыми, возможно, жители нашего города уже знакомы. Это детская площадка на территории развлекательного комплекса «Огская жемчужина». Стоит сказать, что на сегодняшний день это самая большая детская площадка в регионе. Также строительство гостиницы на территории этого же развлекательного комплекса, реконструкция церкви в поселке Искра Рязанского района. А также в прошлом году мы закончили строительство усадьбы Деда Мороза, на территории которой в этом году возможно будут проводиться активные мероприятия, так как наш город стал новогодней столицей. Где мы можем увидеть ваши объекты? Наш объект вы можете увидеть на всей абсолютно территории Рязанской области, но стоит отметить, что география наших работ она уже далеко за пределами нашей области Рязанской. То есть на данный момент мы осуществляем строительство в Московской, в Тульской, в Владимирской, в Липецких областях, в Ленинградской области. И в этом году мы построили два дома в Республике Карелия. Есть ли у вас какие-то дополнительные услуги? Да, конечно. Наша компания оказывает ряд дополнительных услуг. Основные из них это, наверное, помощь в кредитовании. Наша компания успешно прошла аккредитацию в Сбербанке России и ипотечные кредиты наши клиенты получают максимально быстро. Также мы осуществляем услуги по страхованию домов. Здесь тоже важный момент. Мы страхуем свои дома как на стадии строительства, то есть когда готовы только фундамент, соколь, стены, перекрытие, крыша, так и на стадии целиком готовности с отделкой и коммуникациями. Мы одна из немногих компаний, которая осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание. Это важно в первую очередь для профилактики инженерных систем, осмотр которых необходимо производить не реже, чем один раз в год. Будут ли у вас какие-то новогодние подарки для ваших клиентов? Да. В преддверии Нового года мы решили порадовать наших клиентов уникальной акцией, а именно при заказе строительства дома до 31 декабря мы дарим кровлю. Предложение это ограниченное количество домов, поэтому для тех клиентов, которые уже запланировали строительство, но по каким-то причинам еще не смогли решиться на это, мы рекомендуем поторопиться и принять это предложение. Где мы можем познакомиться с вашими работами и посмотреть новости и акции компании? Вы можете следить за нами на нашем сайте port-a.ru на нашем YouTube-канале, а также в группах социальных сетей ВКонтакте и Инстаграме, куда выкладываются последние новости компании, обзоры на построенные дома, а также свежие акции. Спасибо большое. Это была компания Porta Group и я, Олеся Котровская. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова